Уважаемые коллеги, добрый день. Добро пожаловать на наш семинар по организации работы в лаборатории с использованием различных информационных систем. И понятно, что рано или поздно любая лаборатория с небольшим даже количеством человек приходит к вопросу о оптимизации процессов, которые у них происходят, о создании некой базы данных. То ли это будут образцы, то ли это будут методики, то ли это будет электронный вариант лабораторного журнала. Тут каждая лаборатория решает по-разному, но прежде всего один вопрос, который возникает у всех, это насколько такая система необходима и когда она оправдана. Потому что в принципе в очень маленькой лаборатории, где, скажем, работают над небольшим количеством образцов, не знаю, там 2-4 образца в год, но работают очень, скажем так, много какими-то методами, вполне возможно такая система и не будет оправдана. Потому что единственный случай, когда она действительно необходима и когда вопросов в необходимости ее применения не возникает, это когда в лаборатории есть большое количество повторяющихся процессов, то есть процессы, которые у вас происходят в лаборатории, ну если не ежедневно, то хотя бы несколько раз в неделю. Причем это не обязательно один процесс. Пример. Регистрация и идентификация образцов и проводимых с ними исследований. Если у вас много образцов, которые, например, достаточно простым каким-то методом исследуются, но постоянно, или нужно каким-то образом упорядочить их для того, чтобы было легко их искать, то есть в данном случае регистрация не только внесения новых образцов, но и, например, поиск по библиотеке образцов какого-то образца для дальнейшего анализа, для написания отчета, еще для чего-то, то, конечно же, тут возможно, в принципе, уже применять какую-то лабораторную систему. Следующая задача, которая тоже может быть нужна, если вы проводите, пускай всего лишь несколько измерений над несколькими образцами, но эти измерения, скажем, у вас идут по времени, или у вас достаточно сложный процесс обработки каждого образца, и тогда можно документировать этапы этой обработки, чтобы ничего не потерять. Понятно, что в данном случае эта информационная система больше будет напоминать лабораторный журнал, но в принципе можно использовать дополнительные возможности, которые обычно лабораторный журнал или даже бумажный бы вам бы не представлял. Понятно, что если лаборатория работает активно, вполне возможно, но уже менее вероятно, вам потребуется также использовать какую-то информационную систему для планирования закупок, контроля расходных материалов, особенно если вы работаете с какими-то методами, где, например, важен срок годности материалов или необходимо отслеживать номер поставки. Понятно, что те же самые антитела, например, если вы с ними постоянно работаете, то от одной поставки к другой может различаться качество антител. Может различаться разведение, с которым нужно работать и так далее. Конечно, это хорошо бы отслеживать. Если у вас в лаборатории много оборудования или оборудование капризное, то, конечно, лабораторная система может также отслеживать и статус ремонта, обслуживания этого оборудования, какие-то инциденты, заявки на ремонт. Ну и простой пример, тот же самый PH-метр, он требует достаточно частой калибровки. Можно было бы просто ввести такой журнал. Или у вас есть какое-то оборудование, для которого вы можете запускать раз, не знаю, в месяц, например, какой-то тестовый образец, чтобы проверить, насколько оно хорошо работает. И согласитесь, иметь историю по тестовым образцам, скажем, за год, это весьма удобно, потому что можно, как минимум, показать свирусному инженеру, что, на ваш взгляд, пошло не так, и на что бы ему обратить внимание. Ну а как максимум быть уверенным в том, что оборудование работает исправно. Ну и, конечно, более вероятная вещь, которая удобна для внесения в такую систему, это документация стандартных процедур с образцом. Понятно, что в наших лабораториях текучка кадров все-таки достаточно большая, студенты приходят, становятся магистрами, потом становятся аспирантами, потом уходят в другую лабораторию или основывают свою лабораторию. И, конечно же, на такое обучение и пересказ абсолютно банальных вещей, вроде приготовления буфера, уходит много времени. И если многие процедуры прописать, сделать их так называемыми стандартными процедурами, где есть какой-то лист, на котором написано, кто его составил, написано дата составления, ревизия, и описана просто последовательность действий, чтобы любой перешедший в лабораторию студент мог повторить ту же самую часть проб подготовки без необходимости какого-то дополнительного обучения. То, конечно, документация таких стандартных процедур, документация их изменения, если что-то пошло не так или каким-то образом, скажем, улучшилась эта процедура, конечно, очень удобна, в том числе и для обучения новых сотрудников студентов. Не является напрямую обязанностью информационная система, но очень удобно еще иметь возможность планировать работу в календаре. Причем календарь, согласитесь, можно привязать к уже имеющимся данным. Например, к регистрации образцов. Очень часто бывает интересно узнать, когда этот образец был получен, и, в принципе, в возникновении какой-то спорной ситуации, понять, откуда он взялся. Этапы обработки образца. Например, спланировать, когда вы будете делать какую-то сложную обработку. Ну, закупки тут все очевидно, так же, как и обслуживание приборов в календарь нужен. Ну и, опять же, документация стандартных процедур, тоже можно его сюда привязать. Если что-то меняется, можно потом отсматривать, что происходит дальше. То, что в наших лабораториях тоже очень важно и, несомненно, используется часто. Дело в том, что бывает, что мы сотрудничаем, коллаборируем с лабораториями, находящимися в совершенно разном подчинении. В разных институтах, подчас и в разных странах. И, конечно, тогда организация работы с одним и тем же материалом, с одними и теми же методиками, она, ну, чаще всего идет через почту и через какие-то сервисы, на которые выкладываются файлы, что не настолько удобно. И если бы можно было использовать такую информационную систему для объединения распределенной работы между разными лабораториями, особенно если образцы те же самые, то, конечно, это тоже стоит принять во внимание при решении о необходимости установки какой-либо лабораторной информационной системы. Таким образом, какие лабораторные системы есть и что они предполагают? Ну, во-первых, конечно же, есть очень большое количество коммерческих или производственных лабораторных информационных систем, лисов. И здесь нужно сказать, что они ориентированы прежде всего на сервисные лаборатории. Например, на медицинскую лабораторию, на лабораторию вроде ресурсного центра, на лабораторию, где постоянно производится, например, контроль качества какой-то продукции, воды и других измерений. Что для наших приложений, для использования в науке фундаментальной, не всегда удобно. Что такие чаще всего платные продукты могут делать? То, что мы с вами уже говорили, регистрация и идентификация образцов, которые попадают в лабораторию. Ну, и в случае, скажем, медицинского назначения, понятно, что регистрация идет более жестко. То, чего, скорее всего, не будет в нашем случае, то, что нам, приятели, понадобится, это управление задачами на проведение исследования. Понятно, что если много приборов, много лаборантов, то тут можно между ними каким-то образом перераспределять нагрузку. И возможность автоматической работы с какими-то приборами, с анализаторами и загрузки, соответственно, данных с них уже в эту информационную систему. Ну, к примеру, если возьмем, например, капиллярное секвенирование, то вначале нужно вообще определить качество того, что на него попало. Сколько там ДНК, если есть возможность прогнать гель, посмотреть, сколько полосок и все остальное, то это, в принципе, можно было бы сделать в такой системе как раз получение от того же самого флуорометра результатов о концентрации и внесении их в эту систему автоматизированно. На самом деле это можно делать и в бесплатных системах. Кроме этого, эти системы чаще всего еще обслуживают обработку и, собственно говоря, выдачу результатов либо в PDF-форме, либо в форме письма, либо в печатной форме и верификацию, то есть время от времени какой стандартный образец, чтобы проверить, что все работает нормально. В виде дополнительных возможностей много что есть и, конечно же, внутренний контроль качества нам может быть интересен, а вот взаимодействие с клиентами, ну, у нас как у лабораторий, фундаментальными исследованиями занимающиеся, такого, в принципе, быть не должно. Управление складскими запасами, естественно, в университете реализовано отдельно и на маленькую лабораторию из пяти человек ставить один эску смысла никакого. Управление лабораторным оборудованием, поверки, контроль состояния. Мы не являемся ни GMP, ни GLP, к счастью, сертифицированными лабораториями. Нам это не нужно, поскольку мы не занимаемся фармакологией. Но, например, в лабораториях, которые занимаются фармакологией, для которой есть такая сертификация, это тоже необходимо учитывать. Ну, и последнее, что, опять же, нам в нашей части не нужно управление персоналом, квалификации, курсы, допуски. В общем, это все можно упустить. Таким образом, существует очень большой пул различных коммерческих лабораторных систем, либо ориентированных на какое-то одно направление. Например, от Целриса есть ЛИМС, которые ориентированы в основном на химиков, так скажем. Есть какие-то системы, более ориентированные на, например, медицинские исследования. Какие-то на, скажем, сервисные лаборатории, контроль качества воды или так далее. И понятно, что, в принципе, эти системы для наших целей, ну, скажем так, не очень подходят. Поэтому я предлагаю рассмотреть в качестве такой системы прежде всего подход, на что нужно обратить внимание, и как мы такую систему можем выбрать, прежде чем остановиться на каком-то количестве таких систем. Ну, и самое важное, что я могу сказать из своего небольшого опыта, это, главное, не переусложнять. Понятно, что сразу же, как только поставить о какую-то маленькую базу данных, на любом движке сделанную, захочется добавить в нее тут же при установке все возможности, которые там есть. Дальше возникнет проблема с тем, что эти лишние возможности вас будут очень сильно отвлекать. И как раз плюсом было бы системы, это возможность сохранить поначалу ее максимальную простоту. Дальше всегда, если она подойдет в лаборатории, и приживется, ее можно будет усложнить. Но если будет сразу очень-очень много возможностей, будет просто непонятно, за что браться. Примеры таких не очень удачных внедрений, я думаю, вы все знаете. Некоторые системы для дистанционного обучения, которые вводятся также сверху. Некоторые системы приема заявок в определенных центрах коллективного пользования, которые ориентированы больше на бюрократию. То есть, вот здесь нужно заранее описать себе, что мы от этой системы хотим, и не пытаться сразу же получить все возможности от нее. Не стоит делать систему сразу же излишне жесткой. Понятно, что можно хоть самим написать какую-то небольшую часть, которая будет жестко проверять тип образца, количество. Но согласитесь, в лаборатории, занимающейся функциональным исследованием, предсказать, чем вы будете заниматься через полгода, достаточно сложно. Какие у вас будут образцы, как у вас будет проходить обработка. Ну и последний момент, на самом деле, очень важный. Не стоит принуждать сотрудников лаборатории к использованию системы. Ничему хорошему это не приведет. А вот показать, что эта система помогает сделать проще, легче, это гораздо лучше. Потому что, показав на нескольких примерах, почему использование такой системы позволит в дальнейшем сократить время, оно приведет к росту, как минимум, морали пользователей, для того, чтобы эту систему начать использовать, или хотя бы посмотреть, дать ей шанс. Таким образом, если вот эти три первых пункта уже соблюдаются, шанс, что лабораторная система у вас приживется гораздо выше. С чего начать? Прежде всего, нужно подумать, какие процессы в вашей лаборатории повторяющиеся. И что вы из этих процессов хотите внести в эту информационную систему. То есть, процессы должны быть достаточно часты, и те, которые в дальнейшем, при использовании такой системы, можно сделать удобнее. При выборе систем лучше взять сейчас сразу же наиболее гибкую, потому что первый раз, скорее всего, то, что вы сделаете, будет не очень хорошо, это придется переделывать. На гибкой системе это будет гораздо легче потом поменять. И если вы уже используете какие-то специализированные информационные системы, ну, к примеру, для изображений, мы как раз вот в этом семинаре будем рассматривать систему Амера, то не стоит сразу же что-то менять. Эти системы можно объединить. Например, многие программы позволяют, работают, скажем, по архитектуре клиент-сервер и работают через браузер. Тот же самый, через который вы смотрите странички в интернете. И у этого браузера всегда есть ссылка на ресурс, вот тот самый URL, который, в принципе, можно использовать для интеграции с вашей системой, которую вы будете устанавливать. Будь то что-нибудь коммерческое, типа Proteinscape от Bruecker, будь это что-нибудь бесплатное, типа Proteo Wizard, или какие-то средства для обмена файлами. Например, Google Drive, Dropbox, или если вы решите поставить в своей лаборатории, или у вас уже стоит NextCloud. Тоже система очень удобная для хранения больших файлов. Ну и последнее, это, конечно, то, что начинать придется кому-то в лаборатории, одному, кто за это возьмется, и на своем примере заинтересовывать людей, показывать им, почему это нужно и важно. Какие процессы повторяющиеся бывают? Мы с вами уже рассмотрели, но мне кажется, что в большинстве лабораторий самый повторяющийся процесс – это получение образцов и документация всех действий, которые с ним будут проводиться. Остальные все-таки менее важны. В связи с этим, еще раз повторю, что очередность и этот список будет зависеть от конкретной лаборатории. Вполне возможно, что в вашей лаборатории, например, вы покупаете много каких-то стандартов или еще что-то, и тогда, конечно, первой очередной задачей у вас будет уже не регистрация образцов, а регистрация того, что покупается в виде расходных материалов. Ну и я хочу предложить для рассмотрения в качестве такой информационной системы движок, основанный на MediaWiki. Это то самое программное сердце, в Википедии всем известный. Понятно, что так как он работает на Википедии, он может справляться с большим количеством и данных, и пользователей. Он действительно очень легко настраивается, и его можно приспособить практически под любые нужды. Он использует архитектуру клиента сервера, причем использует, опять же, возможность обычных браузеров, то есть у вас будет к любой страничке вашей системы в дальнейшем URL, по которому можно перейти, сослаться. Его можно использовать удаленно, то есть если вы работаете, например, из дома, он у вас стоит где-то еще, то, в принципе, все, что вам нужно, это доступ к одному порту, 80-му, например, для того, чтобы можно было с ней работать. То, что для нас более важно может оказаться, кроме того, что он бесплатный, это автоматическая история правок. То есть все изменения, которые будут вноситься в эту вашу будущую информационную систему, будут в ней фиксироваться. Всегда можно посмотреть, кто сделал ту или иную правку, когда это было сделано и на каких страницах. Здесь, кроме этого, можно, на самом деле, достаточно дробно управлять правами. Кто из пользователей, за какую страничку или за какую часть этой системы ответственен, кто имеет право только читать что-то, только заполнять и так далее. Ну и, на мой взгляд, самое важное, это то, что к MediaWiki существует очень большое количество так называемых дополнений, которые позволяют ее сделать системой, которая может очень много. Например, она может генерировать QR-коды, для того, чтобы можно было сразу же делать метки для образцов. Например, она может брать список литературы из PubMed, если необходимо, можно указывать только ссылку. Например, много чего. Естественно, еще одна приятная особенность, что хранить в ней можно не только текстовую информацию, но и изображение, а также файлы практически любых типов. Будь то файлы .doc, .pdf, .odt, .ods, какие угодно. Если вы их разрешите в конфигурации, вы сможете с ней работать. Ну и, соответственно, как я уже говорил, работать через стандартный протокол HTTP или HTTPS, если вы настроите правильно работу с сертификатами. Это очень удобно. Основные понятия этого движка. Так как движок изначально был сделан для работы в сети интернет, поэтому понятия многие вам уже знакомы. Есть возможность создать страницу, причем, как я покажу, это крайне просто. И, естественно, страница может ссылаться на любую страницу другую внутри данной системы. Если вы где-то внутри текста вашего пропишите вот такую конструкцию, предположим, у вас будет страничка B, и вы пропишите такую конструкцию, где после нее здесь можете написать полную ссылку, как она называется, то эта ссылка автоматически оформится и будет действительно вести на эту страницу B. Давайте с вами посмотрим, насколько просто в такой системе создать новую страничку и сделать на ней ссылку. В качестве примера возьмем уже частично заполненный проект для одной из лабораторий и предположим, что нам нужно создать страницу, где у нас будет, скажем, описано, предположим, оборудование лаборатории. Все, что нам понадобится, прямо в этой же адресной строке написать название этой странички. И, как видите, система нам сразу же предлагает такую страницу, так как она отсутствовала, создать. И здесь мы можем с вами написать любой текст, приложить файлы, картинки, то есть, в принципе, оформить эту страничку. Ну и давайте сделаем с этой странички ссылку на какую-нибудь другую страницу, которая у нас уже имеется. Ну, например, у нас может быть какая-нибудь страница такой, горе, не знаю, описание какой-нибудь части наших образцов. И, в принципе, мы можем таким образом, при необходимости сделать ссылку на что угодно. Давайте здесь сделаем какой-то заголовок. Вот эти два знака равняются. Это заголовок первого порядка. Дальше какой-нибудь текст. И вставим сюда ссылку на страничку, которая у нас с вами уже была. открыта ранее. Так, это страничка категории. Мне здесь понадобится поставить вначале двоеточие, но пока на это не обращайте внимания. Это будет объяснено чуть далее. После этого можно нажать сохранить страницу. И посмотрите, что есть галочка наблюдать за страницей. Если вы эту страницу создали, вы можете поставить такую галочку. На самом деле, можете поставить на любую страницу, даже созданную не вами. И после этого вы сможете отслеживать все изменения, которые были с этой страницей сделаны. Варим сейв. Сохранили эту страничку. И как видите, мы сделали здесь заголовок. Вот у нас появился текст и ссылку. Нажимаем на ссылку. Действительно переходим на ту страничку, которая в ссылке была указана. Таким образом, как видите, для создания страниц в этой системе не нужно никаких знаний, ни HTML, ни каких-то знаний, программирования умений. Любую страницу можно создать просто вот здесь вот в адресной странице строчки, набрав название страницы, которое вы хотите, чтобы была создана. И дальше ее отредактировать. Понятно, что создание страниц это очень удобно, но этого для информационной системы, конечно же, недостаточно. Поэтому следующее, что мы можем с вами использовать, это так называемое пространство имен. Не пугайтесь этого термина. Предположим, что у вас могут оказаться страницы с совершенно одинаковыми названиями, но относящиеся к разным вещам. Например, вы хотите создать себе шаблоны страниц, чтобы каждый раз заново такую страницу не создавать, а просто шаблоны ее взять. И у вас есть какая-то страница, несущая уже смысловую нагрузку. Предположим, название у них одинаковое. И тут, и тут А. Понятно, что если бы вы просто создали такие две страницы, то после создания страницы А, создание еще одной страницы А вернуло бы вас на эту страницу, а не на создание новой страницы. С другой стороны, в Википедии есть такое понятие, и в медиавике, как пространство имен. И основное пространство, это пространство ваше, как раз, в котором вы редактируете странички. А дальше вы можете создать какое-то подпространство, например, шаблоны, и внутри него создать вот эту страничку А. Как это будет выглядеть в виде адресов? Вот адрес для странички А. А вот адрес для странички, которая создана в пространстве имен шаблона. Понятно, что пространство имен можно создать еще какое-то. Например, вы можете создать пространство имен необработанные, например, пробы, обработанные пробы, полученные пробы. То есть, в принципе, тогда у вас одно имя пробы будет постоянно не меняться, а меняться будет, например, пространство имен. Пока это такой немножечко сложный концепт, но нам необходим, чтобы перейти к категориям. Категория – это возможность связывания нескольких страниц по определенному признаку. Предположим, что у вас есть некоторое количество образцов, которые вы оформили в виде отдельных страничек, и у вас есть, соответственно, необходимость их вместе объединить по признаку того, что это все образцы, а не что-то другое. Вы можете добавить их в категорию. Вот такая конструкция, скобочки, название категории, двоеточие. Похоже на создание странички, правильно? Ссылку мы с вами уже оформляли, она была именно в таком же самом виде. Но что будет после того, как вы добавите вот такую конструкцию? После этого страничка окажется в категории образцы и в категории важные. Что такое категория? Это страничка, в которой есть оглавление всех остальных страниц, в которой эта категория была указана. То есть, если мы теперь откроем с вами в пространстве категории, почему мы с вами пространство имен как раз разбирали, страничку образцы, то посмотрите, у нас вот эта страница А уже ссылалась на образцы. И она окажется внутри этой странички уже прописана. Предположим, что у нас есть еще страница Б, В и так далее, где описаны наш образец А, образец Б, образец В. И теперь внутри страницы категории образцы у нас страницы будут добавляться автоматически. То есть, это как бы такая меточка, закладка, если хотите, оглавление. И на самом деле, внутри категории вы можете не только отдельные страницы добавлять, но и какие-то собственные категории. То есть, это возможность упорядочения вашей информации внутри будущей вашей лабораторной системы по принципу соподчинения, как каталоги на компьютере, но здесь чуть-чуть более удобная ситуация, более удобный подход. Здесь вы, в принципе, можете сделать, например, так, что у вас одна страница из какой-то категории ссылается на другую страницу, находящуюся в этой же категории, и так далее. То есть, здесь не обязательно должно быть пространство в виде дерева, каких-то как под каталогов. Здесь может быть, в принципе, и так, что какая-то ветка этого дерева может оказаться под категорией более высокостоящей ветки. То есть, в принципе, категория – это вот такой способ упорядочения этой информации. Ну и давайте попробуем с вами теперь на страничке точно так же создать некоторую категорию и посмотреть, к чему это приведет. Вот наша страничка, и мы хотим ее дальше отредактировать. Мы можем нажать либо Edit вот здесь, и тогда будет редактироваться вся страница, либо вот здесь, и тогда редактироваться будет только вот эта часть от подзаголовка до следующего подзаголовка. Давайте этой странице присвоим какую-то категорию. Пускай это будет категория, называться у нас Test. Или TestPage. В принципе, таких категорий может быть сколько угодно. Сохраняем. И, как видите, внизу страницы у нас появилось ключевое слово категория, и вот категория TestPage. Она помечена красным, и написано, что эта страница еще не создана. Понятно, что мы эту категорию не создавали. Давайте нажмем по ссылке. Программа нас опять спросит, хотим ли мы создать эту страничку. Да, несомненно, хотим. И можем даже описать, что это категория, например, для тестовых страниц. Чтобы было понятно, что это такое. Ну, здесь может быть еще какой-то тоже текст, описывающий более подробно, что в этой категории мы хотим видеть. Сразу же после создания наша страничка в категории пока может не появиться, но если мы обновим страницу, то мы, скорее всего, ее здесь уже увидим. После обновления странички, видите, у нас появилась теперь вот такая часть, которую мы в странице сами не писали. Страница в категории. И у нас появилась страничка, которую мы сделали. Давайте сделаем еще одну страницу и поместим в эту категорию TestPage для удобства. Пускай у нас будет оборудование, а тестовый, давайте сделаем, например, материал. Пускай будет не просто материал, материал для оборудования. Естественно, такой страницы нету. Мы ее с вами создаем. Можем написать, например, расходные материалы для оборудования, как угодно. И добавим внизу все ту же самую ссылочку на эту категорию. TestPage. Нажмем сохранить. Как видите, здесь TestPage уже не красненький, а у нас такая категория уже с вами создана. Поэтому, переходя на нее, мы, видите, уже видим, что обе эти страницы оказались в этой категории. Категория, как я уже говорил, это возможность страницы каким-то образом классифицировать. И мы уже разобрались с вами, как это сделать. Мы можем теперь, например, сделать категорию образцы и все образцы, которые будем вносить отдельными страничками, добавлять в эту категорию. И после этого они у нас будут представлены ниже списком. Мы с ними можем уже удобно работать. Но понятно, что образцы у нас могут делиться на какие-то отдельные подкатегории. Например, у нас могут быть образцы для выделения из них например, ДНК или РНК. Образцы, которые пойдут на гистологию. Образцы, которые еще для чего-то нужны. Или сами по себе образцы могут отличаться. Например, если это растение, это могут быть разные линии растений. И понятно, что мы можем создать под категории, например, образцы, какую-то дополнительную под категорию. Образцы такого-то года. Образцы, предназначенные для чего-то. И категории у каждой страницы может быть множество. Таким образом, она автоматически будет классифицироваться, появляться в списке поглавления категорий. И мы всегда ее можем с вами найти. Мы предположим, что мы захотели с вами для нашей лабораторной системы повторяющийся процесс взять, что у нас повторяются с вами исследования, в которых используются материалы и эксперименты. Понятно, что это разные группы, потому что в составе одного исследования может быть много экспериментов. И каждый эксперимент может использовать несколько разных материалов. Понятно, как теперь это сделать. Мы можем теперь с вами добавлять, например, к материалу, который пошел в исследование, какое-то, например, номер 1, номер 2, номер 3, или, соответственно, эксперимент, просто вот такие ссылки на категорию. Таким образом, материал 1 у нас относится к исследованиям или исследованию 1, можно категорию даже сделать такую, соответственно, будет исследование 1. И он автоматически появится вот здесь. Плюс мы можем, на самом деле, так как это не просто страница, категория, на нее сослаться, например, эксперимент. И эксперимент у нас, видите, будет включать теперь в себя ссылки на две категории. Во-первых, он появится в материале, то есть здесь, когда вы откроете материал, у вас будет страница в этой категории, и здесь будет, соответственно, углавление «Э» и эксперимент, например, 1, 2, и так далее. И он же появится, так как у нас есть ссылка на исследование «Е», пускай будет 1, вот здесь. Исследование 1. И мы с вами получили возможность теперь добавлять, если мы добавляем эксперимент, добавлять в него вот эти две ссылки с указанием на материал, с указанием на исследование, и автоматически получать ссылки в материале и в исследовании по, скажем, какому-то гранту. Предположим, лаборатория ведет несколько грантов, и нужно понять, к какому гранту данное исследование относится. Темы, например, не перекрываются. Или вы хотите посмотреть, в каких исследованиях был задействован какой-то материал. Ну, опять же, еще где он лежит и так далее, это все можно добавить. И этот вариант очень простой, буквально две категории и одна отдельная страничка позволяет вам эту проблему решить. Ну, а теперь добавим сюда, что хранить мы можем и на страницах отдельных, и на страницах, являющихся категориям, любые внешние ссылки на файлы, размещенные, например, в Dropbox, в Google Drive, где угодно. мы можем хранить там любые файлы обычные, то есть мы можем туда положить PDF, можем положить туда TIFF, можем положить туда табличку какую-то, то становится понятно, что это очень удобный способ объединения информации, причем, в отличие от жестко прописанных лабораторных систем, здесь мы вольны сами определять, какую информацию мы сюда положим, каким образом она будет связана с другими частями нашей системы, ну и как мы будем с вами дальше управлять. Конечно, все это хорошо, но представьте теперь, что вы описываете образец не просто одной строчкой, а у вас есть некий шаблон. Например, вы хотите описать, если это растение, в каком году оно было получено, какой линии это растение, например, если вы знаете что-то о мутациях, которые вы изучаете, или если это трансгенные растения, то какие вы туда, соответственно, вставили, не знаю, репортерные гены и так далее, то можно сделать некий шаблон, который теперь можно постоянно использовать, чтобы просить себе жизнь. Шаблон находится в специальном пространстве имен templates, шаблоны, и предположим, что мы сделали для некой страницы something, такой шаблон. Теперь мы можем этот шаблон либо включать везде, где нам нужно, и он в эту страницу будет просто добавляться, например, какое-нибудь длинное описание, либо, если мы хотим создать новую страницу, мы можем после названия страницы, вот оно, добавить вот такую конструкцию и шаблон, который мы хотим использовать. И новая страница у вас откроется сразу же с уже готовым шаблоном. Давайте посмотрим, как это может работать на реальной системе. Предположим, что у вас есть в вашей системе некий календарь, и вы каждый день делаете примерно одно и то же. И вы хотите, чтобы теперь при создании странички у вас сразу же открывался какой-то шаблон. Это можно сделать, если к ссылке на нее добавить вот ту конструкцию, о которой я говорил. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Видите, красным помечено, на этой страничке еще нет. Мы ее нажимаем, и страница имеет внутри уже какое-то наполнение. То есть нам это не нужно вручную вводить, мы можем здесь только что-то поправить. Не будем ее сохранять, чтобы ее не портить. Но идея понятна, что мы теперь можем не просто создать страницу, но создать ее из какого-то определенного шаблона. Кроме этого, предположим, что у нас есть какие-то типовые задачи по, например, описанию линий растений. И мы хотим новую линию создать. Причем линии у нас описываются по какому-то очень сложному шаблону. Там фотография, описание, что делалось, картинки. И мы хотим этот шаблон для всех линий сохранить. Давайте попробуем какую-то новую линию сделать в этой системе. Создать такую страничку. И при помощи специального расширения, которое называется Multi-Boiler Plate, я его покажу, мы можем вот здесь сверху поместить список шаблонов. Например, вот у нас есть шаблон описания линий, который мы теперь можем сказать загрузить. И как видите, заполнять нам придется уже не с нуля весь текст, а просто поменяв здесь какие-то части. Как видите, в этом тексте вам уже встречаются знакомые заголовки, ссылки на категории. Остальное мы с вами еще рассмотрим. Не пугайтесь, это не такой сложный язык для работы. Итак, что нам нужно будет с вами еще посмотреть, это то, каким образом мы должны вначале прописать взаимосвязь отдельных данных. Тот вариант системы, которую я вам показывал, для лаборатории, которая занимается растениями, включает в себя несколько ключевых понятий. Линии растений, материал. Почему это разные понятия? Потому что те же самые линии растений, семена, высеваются, например, даже не каждый год. И, в принципе, материал это то, что получено. В лаборатории, например, собрано какой-то год определенной линии растения. А линия растения то, что поддерживается. Поэтому это получается два разных понятия. И линия растения в данном случае содержит описание фенотипа. Если известно какая-то информация о генотипе, она. Понятно, что год и делянка, где это все росло. И, конечно же, интересно было бы понять, какими методами уже эту линию изучали. И понятно, что теперь, если у нас есть страничка категории линии растений, то вот это все можно сделать в виде отдельных категорий на нее ссылающихся. Следующая большое понятие материал. И здесь мы уже можем прописать, что в материале должны быть следующие свойства. Если это материал растительный, то здесь должна быть линия, из которой он получен. Ну, год сбора, понятно, просто текстовая информация. Дата, когда было произведено забор этой информации. Место хранения, если у вас, например, несколько шкафов или вы сохраняете семена в разных условиях. Ну, и если образцы, скажем, не растительные, лаборатория может заниматься сразу же несколькими проектами, то как минимум дата и место хранения точно будут необходимы. Вот мы уже с вами установили примерную связь этих двух понятий. Ну, и тогда нам придется добавить третье понятие эксперимент, потому что в принципе для чего нам нужен материал. Мы с ним должны что-то делать. А вот эксперимент уже будет использовать несколько дополнительных понятий. Материал понятно, линия понятно, у нас добавляет с вами методика и реактивы. И причем эксперимент может трактоваться достаточно широко. Это все, что сделано. То есть, например, если мы используем какие-то реактивы для приготовления других реактивов, это тоже может идти как такой некий эксперимент. Ну, и последнее, так как у нас здесь есть даты, то, соответственно, мы должны еще каким-то образом с вами сделать категорию этих дат, организовать некий календарь. Ну, и это как раз может быть организовано при помощи отдельных категорий. Давайте посмотрим, как это сделано в данном случае. И здесь самый большой упор идет в этой системе как раз-таки вот на линии. Давайте посмотрим, что в их описании есть. Предположим, что какой-то материал был получен определенное время. Попробуем его найти. Вот, где можно описать, откуда был получен, сколько было собрано, где лежит. И он добавлен в несколько категорий. Во-первых, категория календаря. видите, здесь есть календарь. И можем всегда вернуться к этой дате, если нам нужно, и посмотреть, что там было. Календарь можем дописать не только забор материал, но и какие-то свои дополнительные текстовые поля или приложенные файлы. Следующее. К какой линии он относится? Тоже можно сразу же перейти линию. Ну, и если какие-то эксперименты были, то можем открыть страничку с экспериментами и посмотреть, что было с этим материалом сделано измеренно или какие вещи были произведены. Опять же, здесь же может быть и методика, по которой это делалось. Понятно, что можно попробовать посмотреть, как можно было бы внести в эту систему какой-то определенный тестовый материал. Давайте создадим тогда в календаре отметку сегодняшнего дня. И здесь сразу же подгрузился шаблон. Он нам, конечно, в таком виде не нужен, поэтому я сейчас немножечко упрощу. Предположим, что в этот день у нас были получены только образцы какие-то и в принципе собиралась семена только какой-то определенной линии, пускай это будет rmu12. И здесь мы можем сразу же с вами сделать две ссылки. Ссылку на сам материал, который будет получен. Видите, здесь после даты это будет уникально, еще случайный номер добавлен. И можем сделать ссылку на саму по себе линию. Здесь ошибку сейчас поправлю. И если мы теперь с вами сохраним эту страницу, то она сразу же окажется в нескольких категориях. Категория линии естественно есть, мы с вами описали, что это будет материал этой линии. И вот категория само материал у нас еще видите не оформлено. То есть мы пока сделали только запись в календаре, но система нам уже сюда добавила страничку, которую мы можем создать просто нажатием сюда на клавишу. Естественно мы можем выбрать шаблон, материал который был получен загрузить шаблон например и здесь провести некое описание материала. Предположим что это материал собранный из какой-то грядки в какое-то время, еще что-то написали и здесь же автоматически это относится к категории материал и это относится к линиям. Вернем всю ту же самую линию сюда, чтобы можно было ее искать. Сохраняем теперь эту страничку и так как у нас присвоена категория в данном случае встречается она в календаре мы всегда можем вернуться на дату и она же еще у нас встречается в категории линии. Если мы посмотрим теперь на линию то мы увидим что вот наш этот материал вот он добавился 05 01 это как раз он и есть. Что дальше с материалом можно сделать? Его можно использовать в каком-то эксперименте. Давайте создадим с вами теперь страничку эксперимента где будет использоваться этот материал некая методика ну и опять же эта же самая линия. Мы можем с вами создать категорию экспериментов она уже создана выбрать какой именно вариант эксперимента у нас будет проводиться пускай это будет этот же и здесь эксперимент точно так же по дате например поставить чтобы его ни с чем не перепутать что это например 20 пускай будет 05 01 предположим в этот же день этот эксперимент проявили создали страничку на страничку точно так же мы с вами можем добавить описание эксперимента что делалось можем добавить необходимые категории первая категория это ссылка на календарь сюда же можно добавить категорию ссылку на линию сюда же можно добавить категорию ссылку на методику которая обрабатывалась ну и написать все это естественно текстом чтобы можно было прочитать ну и собственно я ставим по себе результаты эксперимента чтобы сократить время я сюда вставлю уже готовый текст категорию чтобы нам было удобнее я перенесу наверх чтобы мы их все увидели целиком таким образом эта страница оказывается в категориях экспериментов так это эксперимент в категориях материала который мы с вами сегодня ввели в категориях линий сюда же можно еще добавить категорию как раз календаря предположим что мы сегодня же это и проанализировали дополнительно здесь добавлен шаблончик помните я говорил что мы в принципе можем в некоторых случаях чтобы не писать какой-то большой текст добавлять шаблоны этот шаблон на самом деле небольшая программка которая делает код двухмерный для того чтобы можно было наклеить например на пакетик зерном или на полку где все это хранится говорим сохранить страничку как видите у нас здесь есть категория эксперимента то есть эта страничка так как это эксперимент она окажется общей категорией всех экспериментов и мы можем ее здесь потом увидеть она сохранится в категории там где у нас так как это к этой линии имеет отношение линия смотрим эксперимент вот он 20 20 05 01 все правильно ну и она она окажется теперь подписана в материале то есть видите мы теперь можем учитывать что у нас материал который мы скажем собрали использовалось в каком количестве экспериментов и здесь например можно на этой же страничке написать сколько материала осталось для последующего исследования если это необходимо ну и в принципе как я уже говорил хранить можно не только текстовую информацию ну и например таблички ссылки на другие на другие категории и так далее таким образом мы с вами уже посмотрели как можно создавать страницу и нам нужно поговорить еще о нескольких возможностях как форматирования так и использования нашего вот этого движка и важная часть о которой я уже говорил это возможность просмотра истории изменений предположим нас интересует что было сделано с правками вот этой страницы давайте мы ее еще раз поправим как-нибудь допишем здесь что-нибудь еще раз ее сохраним у каждой страницы есть вот такая часть которая называется история нажав на нее мы увидим всю историю как создание когда она была создана и используя какой шаблон также и что было изменено плюс всегда можно сравнить выбранные страницы чтобы посмотреть что было в них добавлено или убрано тогда часть где произошло изменения будет отмечено вот такой вот таким вот сравнением что было что стало и можно визуально определить какие изменения здесь были сделаны причем это распространяется не только на одну страницу а на любые правки которые делаются внутри этой системы вот например 1 мая вот правки которые были здесь сделаны и мы можем каждую страницу просмотреть можем на самом деле вернуть назад то есть если мы откроем какую-то страницу она нам не нравится и мы хотим ее скажем удалить мы можем это сделать прямо здесь же через историю либо вернуться на страницу и например сказать удалить эту страницу нам больше не нужно причем при удалении можно еще отслеживать восстановление этой страницы если кто-то решит ее заново создать нам это не нужно удалили и то что мы с вами сейчас только что сделали мы можем опять же увидеть в истории удаление страницы то есть она в принципе осталась ее можно опять же вернуть то есть это журнал который описывает все что делалось по датам с каждой страницей в этой системе что конечно крайне удобно если нужно будет потом разбираться что произошло оформление разметки странички давайте попробуем с вами посмотреть некоторые вещи которые мы здесь можем сделать язык которым описывается все в медиавике он конечно немножечко своеобразный и требуется некоторое время разобраться давайте мы попробуем нашу страничку которую только что удалили вернуть обратно и попробуем на этой страничке посмотреть как мы можем задавать разные параметры для работы ну прежде всего ссылки если нас интересуют ссылки внутренние мы с вами уже видели нам нужно всего лишь в квадратных скобках двух ввести название странички мы хотим отсюда слаться на страничку давайте посмотрим на какую нибудь где у нас к примеру ну вот consumables если это страничка категории тут есть небольшая особенность нам придется перед категорией поставить двоеточие только помните когда мы с вами какую-то страницу категории помещаем мы пишем просто две скобки ключевое слово категория в данном случае пространство имен двоеточие и название странички чтобы отличить тот случай когда мы хотим просто добавить страничку в категории когда мы хотим сослаться нам нужно поставить в данном случае двоеточие давайте сохраним посмотрим что произойдет название конечно здесь вот такое же как и было категория consumables если мы хотим его поменять мы всегда можем за этой страничкой ввести название например вот таким вот образом мы поставили с вами вертикальную черту написали что мы хотим переведе этой ссылки получить если мы теперь сохраним ее то вот наша ссылка как видите уже более красивая то слово которое мы после вертикальной черты поставили теперь используется в качестве самой по себе ссылки и таким образом можно оформлять ссылки внутри википедии достаточно легко внутри нашей системы достаточно легко предположим мы хотим сослаться на какой-то внешний ресурс у нас есть какая-то другая например лабораторная система находящаяся у нас же для которой вот по такому адресу расположено что-то нас интересующее те же самые двойные скобки только теперь здесь вы пишете полный адрес точно так же после этого можете название написать давайте это сохраним посмотрим к чему нас это приведет вот наша ссылка как видите она оформлена как внешняя ссылка чтобы было понятно что вы уйдете с этого сайта и если мы теперь ее нажмем мы пойдем в другую систему которая предназначена для хранения например изображений о ней я буду рассказывать в второй части нашего семинара каким образом делать заголовки давайте попробуем с вами посмотреть на этой странице на заголовки и создать несколько вложенных заголовках предположим у нас заголовок один и мы его с вами оформим вот так поставив два знака равенства если мы хотим сделать заголовки более низких порядков то просто увеличиваем количество этих знаков равенства с двух сторон и получаем все больше и больше подзаголовки пускай это будет 1.1 1.1 1.1 и так далее ну как видите мы с вами получили действительно вложенные заголовки извините писался но идея понятна мы с вами можем таким образом отформатировать шрифты понятно что иногда нужно что-то выделить жирным или наклонным пускай у нас будет два текста которые мы хотим сделать пускай один мы хотим сделать жирным другой наклонным мы можем либо вручную ввести либо выделив и прямо здесь же в редакторе используя вот такие пункты швоменю сохраняем смотрим действительно жирный наклонный каким образом можно загружать файлы и картинки давайте попробуем поместить теперь на эту страничку какой-то файл и какую-то картинку ну и для этого нужно будет тоже использовать специальные ключевые слова давайте вставим картинку пускай у нас будет расширение например png и для этого нужно будет вставить ключевое слово файл название картинки которая будет внутри нашей системы оно может быть осмысленным не обязательно экземпл png ну и какое-то описание давайте сохраним и мы увидим что сейчас что картинки у нас этой не будет потому что мы ее еще не загрузили у нас эта картинка появилась нам придется прежде всего ее загрузить давайте попробуем это сделать сейчас только перенесу ее куда-нибудь пониже скажем сюда на самом деле даже наверное скажем сразу что это картинка чтобы это была просто не ссылка а именно возможность картинку сюда добавить теперь мы можем на месте где картинки нет нажать и загрузить сюда при необходимости какой-то интересующий нас файл мне пришлось поменять имя картинки потому что такая картинка уже к сожалению была то есть то что я сделал я просто здесь изменил экземпл png который на самом деле здесь был на экземпл подчеркивания my png и теперь у меня видите картинки нет есть как всегда красная неактивированная ссылка нажав на которую я могу теперь загрузить файл давайте мы его с вами загрузим первое попавшееся ширине png и скажем загрузить его и можем вернуться на нашу страничку и как видите сюда вставилась наша картинка таким образом вставление картинок не является проблемой более того если будет необходима работа с картинками я рекомендую обратиться к описанию самой медиа вики где прописаны все варианты миниатюры сдвиги картинок возможности их различного форматирования останавливаться на этом подробно не будем но это все можно сделать следующая загрузка какого-то внешнего файла давайте попробуем загрузить какую-то электронную таблицу вернемся сюда картинка нам это не нужна мы ее удалим она большая тогда у нас будет ключевое слово медиа и пускай у нас будет некий файл результаты и скажем с расширением от openoffice как мы видео обзовем так и называются результаты и теперь мы можем его загрузить ссылка неактивная нажимая на нее программа предлагает выбрать файл и загрузить его в систему как видите файл загрузился успешно перейдя обратно на эту же страничку мы теперь имеем ссылку на него нажав его можно будет скачать мы мы с вами посмотрели как мы можем помещать в нашу программу различные файлы картинки и внешние файлы ну и конечно же для того чтобы на основе медиа вики можно было создать нормальную информационную систему необходимо возможность поиска и здесь она несомненно есть если нас интересует например слово линия мы можем поискать его как в страницах так и в категориях так и в файлах или например везде сразу и естественно мы с вами получаем теперь список страниц где содержится слово линия куча различных есть дополнений которые могут поиск ограничивать улучшать например можно после установки одного из дополнений искать по категориям и вы можете тогда сказать что вы хотите найти все страницы в категории например эксперименты которые не находятся в категории например линии и так далее то есть тут уже можно в принципе после определенных дополнительных действий делать весьма интересные вещи с поиском более-менее понятно мы можем им пользоваться и нам нужно посмотреть еще одну вещь это дополнение я потом покажу как они ставятся в виде календаря который автоматически создает вам вот такие таблички со ссылками еще не заполненными для того чтобы можно было вносить например что-то что необходимо учитывать по дням наверное нужно показать каким образом можно добавлять на эту боковую панель различные ссылки получить возможность редактирования этой панели достаточно просто но здесь к сожалению нужно уже смотреть в инструкции потому что она размещается вот на такой специальной страничке медиавики двоеточие сайт бар и как вы видите теперь это все соответствует однозначно главное линии материал и вы можете точно так же отредактировав ее по подобию уже представленному здесь добавить сюда какую-то категорию какую-то страницу или еще что-то что вы очень часто используете еще один важный момент про эту боковую панель которую я к сожалению забыл упомянуть представьте что у вас есть какая-то страница и вы хотите понять какие страницы на эту страницу ссылаются и в каких категориях она находится тогда здесь есть очень удобная возможность это сделать выбрав вот этот пункт что сюда ссылается нажимаем и здесь будут все страницы если сюда будут какие-то ссылки которые будут ссылаться на данную страницу так как страница категории на нее прямых ссылок конечно же скорее всего и нет так как наш семинар не является описанием полным программы медиавики то я наверное остановлюсь в примерах и пойдем дальше поговорим о следующих требованиях к тому чтобы такая система была успешно интегрирована в лаборатории это возможность интеграции с уже имеющимися у вас средствами как вы видели мы можем создавать ссылки на любые внешние ресурсы тот же самый google drive dropbox все что угодно и мы можем при необходимости с вами ссылаться на любую страницу или категорию внутри нашей медиавики тоже используя также ссылку таким образом проблем с указанием скажем места хранения больших файлов на указание каких-то групп в используемом вами протеинскейпе или какой-то другой системе а меры например нет и так как в принципе все что в этой программе есть управляется через те же самые url адреса то в одной из лабораторий я видел успешно созданную систему которая работала следующим образом была написана небольшая программка внешняя к сожалению не я автор поэтому у меня нет его исходного кода но можно предположить как она сделана которая работает со сканером и принтером этикеток в этой программе очень простая идея она по дате формирует некий уникальный номер для каждого нового материала при этом она же эта же программа распечатывает для этого материала этикетку и одновременно редактирует страничку в вики причем распечатать может разные этикетки страничка вики создается не только с описанием но и с этим же QR-кодом и вторая возможность работы этой программы то что она постоянно смотрит на сканер и как только сканер считывает штрих-код она пытается этот штрих-код использовать для открытия странички из этой википедии согласитесь очень простая вещь на самом деле написать можно за день потому что библиотеки для работы с компортом а это это по компорту управляются есть библиотеки для работы с QR-кодами бесплатные есть ну и в общем-то дальше только требуется некоторое время на ее создание то есть в принципе интеграция возможно очень плотная следующее требование чтобы у нас эта система была максимально быстро в лабораторию внедрена конечно вам придется самим создать некое минимальное наполнение потому что демонстрировать конечно все возможности это хорошо но пока не будет понятно как вы собираетесь хранить вашу информацию какое взаимоотношение будет между разными страницами что вы собираетесь хранить долгосрочно что нет собираетесь ли вы все это относить к дням пока это не будет решено другим людям будет непонятна логика работы поэтому пункт 2 объясните прежде всего себе потом другим чем это может быть полезно в работе и как эта информация внутри вашей информационной системы лабораторной будет упорядочена как привлечь к использованию других сотрудников хранить протоколы ссылку на образцы и так далее все в этой системе и давать для новых сотрудников просто ссылки на самом деле ну наверное практически любой хотя бы раз в жизни редактировал что-то в википедии какую-нибудь маленькую страничку поэтому в принципе общая идея работать с такой программой понятно ну а дальше вы просто таким образом привлечете людей к ее использованию что можно сделать организовать доступ к этой системе из дома или с разных лабораторных мест здесь же понятно вы можете таким образом объединить несколько скажем филиалов лаборатории или лабораторий если они работают с одним материалом что конечно позволит делать это эффективнее ну и остальное покажу чуть-чуть дальше это уже относится к системе обработы с микроскопическими изображениями как установить медиавики здесь будет немножечко технической информации поэтому если вам потребуется ее установка обращайтесь я могу либо сделать отдельную виртуальную машину уже готовую либо можно просто будет эти текстовые файлы которые я приложу к описанию к видео использовать для создания такой системы у себя понятно что вряд ли у вас есть отдельный компьютер на который вы это сможете поставить поэтому скорее всего вам придется пользоваться виртуальной машиной что такое виртуальная машина это программка которая представляется дальше в виде еще одного компьютера внутри вашего компьютера и вы сможете использовать его для того чтобы подключаться к сети установить на ней вот эту самую медиавики хранить там файлы ну а чем эта виртуальная машина удобна то что это на самом деле набор нескольких файлов которые вы можете перенести в любое другое место на любую другую машину запустить и опять получить рабочую среду с которой сможете при необходимости восстановить работу точно так же если вы сохранили эти файлы вы по сути создали полный бэкап систем вам не придется заново переустанавливать нам нужно будет просто скопировать эти файлы виртуальной машины заново их запустить и опять вы будете работать с ней для работы с медиавики лучше использовать linux ну мне больше нравится ubuntu сервер можно использовать другой опять же ссылку на скачивание я вам дам установка самой медиавики со всеми необходимыми для нее вещами такие как веб-сервер php язык программирования и так далее может быть выполнено одной вот такой командой и все будет то что нужно установлено а вам нужно будет создать базу данных для вашей вики тоже вот команда которая запустит дальше оболочку в которой он будет скопировать вот эти команды по умолчанию в стандартной поставки очень сильно зажата возможность загрузки отдельных файлов понятно что в лаборатории иногда файлы нужно будет загружать большие гораздо больше 2 мегабайт изначально установленных поэтому файл находящийся вот по этому пути вам скорее всего придется отредактировать поменяв в нем несколько параметров это параметр максимального размера файлов это параметр максимального размера загрузок и чтобы она работала чуть-чуть побыстрее количество памяти которое на нее отводится я еще рекомендую установить эти два включить вернее вот эти два модуля языка PHP на которые она написана и последняя команда это перезапуск веб-сервера чтобы можно было работать после того как эти команды ввели вы знаете IP-адрес вашей машинки здесь она как localhost написана введя вот такую строчку заменив здесь на IP-адрес машины вы получите доступ к вашей медиавике там будет сразу же страничка где нужно будет указать конфигурацию на каком языке вы хотите ее видеть как обрабатывать картинки и так далее и так далее просто обычный визард можно в принципе просто нажимать далее далее единственное что вам понадобится это ввести в нее вот эти вот выделенные здесь красным часть пользователь название базы данных и пароль я специально для удобства это красным выделил это можно поменять уже будет под свои задачи ну и сразу же после того как вы ее сконфигурировали можно ее под себя настроить конфигурационный файл лежит вот по этому пути и здесь есть несколько на мой взгляд полезных вещей ну во первых можете сказать как эта система будет использоваться есть ли возможность людям внешним не прошедшим процедуру входа в систему логина пароля что-либо делать по умолчанию если вы в конфигураторе ничего не выбрали это будет открытая так называемая система любой сможет редактировать удалять наверное это не то что нас интересует лаборатория и здесь можно воспользоваться вот такой частью чтобы создавать новых пользователей могли только вы чтобы редактировать могли только те пользователи которые уже в системе зарегистрированы а читать могли все без исключения кто знает адрес этой системы по умолчанию опять же в системе не разрешено загружать многие типы файлов таблички Excel таблички OpenOffice архива нам это может быть нужно поэтому можем прописать в конфигурационном файле типа расширений которые мы хотим чтобы мы могли хранить некоторые форматы типа архивов нужно дополнительно еще добавить в разрешенные типы файлов ну и некоторые из них могут быть вообще в черном листе по умолчанию обычные форматы как видите очень легко разрешить я сделал здесь такой кусочек который можно просто к себе скопировать и вставить если нужно будет хранить какие другие форматы возможно придется обращаться к описанию программы картинку титульную вы также можете при необходимости поменять не обязательно что рекомендую чтобы можно было с шаблонами в дальнейшем работать более удобно например вот тот шаблон который в системе которую я показывал генерирует двумерные коды могут потребоваться функции для работы со строками поиска в строке замены по умолчанию отключены вот эта вот строчка их включает ну и дальше в этом же файле можно будет разрешить после загрузки некоторые очень удобные дополнения их нужно отдельно вначале загрузить ссылки на них я оставлю и первое дополнение это календарь вы его видели на страничке второе дополнение это возможность выбора шаблонов при создании страниц это multi-waller plate третье дополнение если вы захотите делать сложные шаблоны скребунту это возможность написания не просто шаблонов а на самом деле целых программ при необходимости то есть шаблоны могут быть динамическими четвертое это маленькая библиотечка для того что можно было делать QR-коды и соответственно распечатывать если их нужно пятое это возможность редактирования векторных рисунков я сейчас покажу что это расширение может на мой взгляд оно весьма удобно и вот эти два расширения можно сказать под номером 6 они позволяют генерировать случайный идентификатор для например образцов предположим что у вас в один день приходит несколько образцов таким образом просто дата скажем 20-20-0-5-0-1 недостаточно идентификатора чтобы эти образцы различить и вам тогда нужно после этого поставить какой-то номер вот эти расширения они этот номер добавляют и следят за тем чтобы этот номер был уникальным то есть у вас не оказалось два образца с одним номером потому что иначе вам пришлось бы самим придумывать его самим вставлять и здесь могла бы быть ошибка тоже более продвинутая часть но опять же очень удобно я обещал показать редактор и что с ним можно сделать в некоторых случаях вам необходимо аннотировать картинки предположим что вы работаете над каким-то объектом постоянно и у вас есть его схема различается например количество клеток или тип клеток или еще что-то внутри этого объекта каждый раз перерисовывать картинку было бы сложно но можно сделать следующее можно использовать вот такой редактор где вы можете теперь прямо по картинке добавлять текст что-то обводить описывать и сохранить это обратно ну и теперь после того как мы это сохранили как видите картинка у нас обновилась то есть в принципе это можно использовать например если вам нужно разметить геля и показать что-то если у вас есть какой-то шаблон в виде картинки уже в котором нужно что-то менять если вы хотите создать какую-то блок схему для дальнейшего описания или в методике например можно использовать вот это дополнение как видите с установкой там не так все сложно добавить скачать его и добавить просто ссылку на его активацию ну в принципе если будет необходимо если не будет получаться можно будет написать мне я покажу более подробно если же вас будет интересовать более сложная система то я хочу обратить ваше внимание на расширение к медиавике которое позволяет структурировать информацию прямо во время ее создания предположим что мы например хотим классифицировать пускай будут города и понятно что город может быть где-то расположен у него могут быть какие-то показатели там не знаю население площадь количество дней наличие там зоопарков еще чего-то и конечно все можно было бы решить создавая категории и помещая страницу в категории вручную но согласитесь это весьма затратно по времени это нужно каждую категорию проверить создать в случае использования движка семантической медиа вики эту задачу можно очень сильно упростить потому что тогда вы сможете прямо в тексте писать вот такие конструкции расположены в и соответственно где население например и указать какое площадь наличие каких-то объектов таким образом у вас будут создаваться вот эти условно говоря псевдо-категории автоматически и вы сможете потом в какой-то части вашей странички использовать конструкцию где вы хотите запросить по этим категориям к примеру все города которые у вас есть внутри вашей системы которые отсортированы по двум показателям табличка где одна колонка это в какой стране она находится и количество среднее например дождливых дней сортируете по нахождению по дням и получаете вот такой вариант таблички который будет у вас создаваться автоматически вам не нужно его отдельно прописывать дополнительно в семантическом вики есть много разных интересных вариантов например можно эту информацию вводить в виде форм то есть сделать привычные уже поля ввода где у вас будет написан образец цвет образца еще что-то еще что-то и просто вводя в эти формы данные вы будете создавать автоматически такую страничку много что возможно применение в лабораториях достаточно широкой и вот ссылка на которую я хотел обратить внимание внизу это как раз ссылка одного из центров биологических который находится в Барселоне где смогли на основе вот этой медиа вики сделать систему которая делает вообще все очень рекомендую по ссылке перейти посмотреть что в принципе можно сделать если такая необходимость есть ну а таким образом на медиа вики мы с медиа вики мы все рассказали давайте посмотрим вторую систему которую я хотел бы в нашем семинаре упомянуть это так называемая система для хранения изображений микроскопических обработки мера сервер если кто-то работал с программкой фиджи для обработки картинок расширение которое открывает вам файлы с конфокального микроскопа называется OME и собственно говоря вот это OME это как раз отсюда же и идет вот картинка может быть там у вас и была что такое этот OME сервер это некая централизованная база для хранения картинок и сопутствующей к ним информации то есть можно сказать что это лабораторная информационная система для микроскопистов какие типы данных можно хранить ну во первых она умеет открывать практически все в том числе и платные патентованные форматы причем специальные со сканеров препаратов с HCS платформ все что хотите что удобно что эти файлы хранятся в оригинальном формате никуда не преобразовываются то есть если вы хотите в этой базе можете взять его в том виде в котором вы туда положили она выделяет из этих файлов сопутствующие метаданные каналы увеличение калибровки изображения все что хотите и также вы можете автоматически приложить туда или вручную просто любой внешний файл таблицку табличку какую-то просто какую-то дополнительную картинку все используют так же как и медиа вики открытую архитектуру клиент сервер есть возможность к ней обращаться через браузер есть специальное приложение на яве командная строчка ну и на самом деле плагин к фиджи используется достаточно широко ну и чтобы упомянуть хотя бы несколько несколько мест где она используется journal of cell biology на основе этой системы у них сделана система дополнительных материалов европейский белковый банк PDB ну и достаточно много количества других организаций кроме того что она хранит изображения она их еще организовывает по дате по проекту по наборам данных по каким-то ярлыкам и так далее и здесь мы еще можем в принципе добавлять свои дополнительные значения я это все буду показывать поиск фильтрации естественно возможно и если у вас данные каким-то образом связаны например у вас микроскоп автоматически фотографирует планшет и понятно что здесь набор фотографий имеет отношение к какой-то лунке то вот такое автоматическое упорядочение эта программа тоже умеет делать кроме этого она используется для совместного совместной работы совместного использования изображений в группе пользователей вы можете задать права на просмотр картинок кому-то дать кому-то не дать в том числе и 3D картинки могут просматриваться изменения описания добавления вы можете разрешить доступ к каким-то изображениям или к частям по ссылке без этой идентификации то есть отдать эту ссылку коллеге и дать возможность посмотреть на ваши данные вы можете менять на препаратах яркость, контрастность цвета все что хотите но это будет происходить без изменения исходных данных то есть исходные данные у вас всегда остаются теми которые были а сохраняется только набор параметров которые вы использовали для просмотра ну и на мой взгляд очень важная вещь она позволяет смотреть очень большие файлы самый большой файл который у нас был больше 20 гигабайт на обычных компьютерах то есть вам не потребуется какой-то большой компьютер для этого ну и последнее она позволяет аннотировать и измерять изображение можно во-первых на изображениях рисовать стрелки подписи что хотите это будет сохраняться вместе с изображением вы можете прямо там же отмечать какие-то объекты интереса ручной подсчет делать но самое важное что все это может быть интегрировано с той же самой фиджи я покажу пример когда можно создать какие-то области интереса и сохранить их в этой базе вместе с картинкой аннотировать можно не только двумерное изображение любой мерности ну и если хотите оттуда можно сохранить не только исходную картинку но и картинку в формате OME-TIF для работы в приложениях которые не поддерживают какой-то платный режим что из себя представляет интерфейс такой программы ну во-первых ее можно запустить через браузер и вот этот компонент Amara Web я про него буду рассказывать сейчас чуть-чуть более подробно у вас есть некий адрес по которому через порт скажем 88 или 4080 доступен набор ваших программ для работы с картинками здесь у вас будет дерево экспериментов которое хранится отдельно могут быть превьюшки картинок которые вы хотите посмотреть данные об этом изображении откуда получено какое количество картинок какие каналы сделаны так называемые теги для сортировки вы можете вашим картинкам какие-то ярлыки присвоить например у вас может различаться материал по возрасту по каким-то например антиделам которые использовали можно здесь задать и это позволит сильно облегчить поиск таким образом загрузка сюда картинок возможно практически с любых микроскопов мы можем с вами теперь эти изображения получить с любого места просто через браузер и мы можем с этими картинками хранить дополнительную информацию такую как увеличение то есть вам не нужно будет калиброваться каждый раз каналы которые снимали время описание программа для просмотра изображение в крупном плане доступно здесь же и то что важно отметить что вы можете теперь прямо в ней менять яркости каждого канала и контрастности при этом исходная картинка я уже упоминал не портится а у вас остается вот такой вот настройки под которым вы это смотрели и у каждого пользователя могут быть свои настройки то здесь вы увидите настройки следующего пользователя если кто-то еще смотрел следующего следующего таким образом с изображением может работать целая группа исследователей друг другу не мешая никоим образом просматривать можно не только двухмерные но и трехмерные изображения как в данном случае ну и если у нас изображения хорошо подписаны то мы можем с вами еще воспользоваться очень серьезным поиском где мы можем сказать где мы хотим искать нашу фразу предположим нас интересует какой-то кусочек названия файла или расширения даже и он нам найдет все файлы с таким с такой последовательностью букв мы можем ограничить поиск только картинками только проекты можем ограничить по группам по именам по датам ну рассказывать перечислять смысла нет можем сделать практически все что угодно давайте посмотрим на то что эта программа нам позволяет делать уже вживую вот так выглядит программка после загрузки и у каждого пользователя есть свой набор данных который принадлежит ему но может размещаться в различных группах и здесь в виде примера есть файлы полученные с разных фокальных микроскопов это файлы не мои свои сейчас забрать не могу скаченные с интернета тем не менее лейка никон олимпус по-моему старый биорат не помню и цейс то есть все основные производители могут использоваться для работы с этой системой давайте попробуем с вами какое-нибудь изображение открыть и посмотреть как это будет выглядеть так как изображение конфокальное у нас есть ползунок z в данном случае и так оно было сохранено по времени у нас есть ползунок еще времени t у нас есть отдельные каналы и можем какие-то каналы включать или отключать например не интересует проходящий свет его можно отключить или нас не интересует одна из меток мы можем каждый канал подрегулировать например мы хотим сделать его поярче и знаем что у нас вот до этого уровня это фон и вот мы с вами получили уже возможность посмотреть эти данные с учетом поставленных у нас границы яркости и контрастности если нас интересует возможность посмотреть какой-то канал более подробно можем сказать черно-белый режим и посмотреть каждый канал отдельно в черно-белом мы можем поменять каналом при необходимости цвета то есть здесь в принципе можно много про что рассказывать и предположим у нас вот такой вариант который у нас сейчас есть устраивает мы хотим его сохранить говорим save у меня видите обновилось представление и более того я могу его сказать copy и перенести на другое изображение предположим я открою следующую картинку из этой серии здесь я сказал copy а здесь я могу сказать paste и как видите перенеслись все установки то есть если вы фотографируете несколько изображений в серии вы можете только на одном подобрать потом параметры которые вам нужны а на остальные вот этот вот эти вот настройки яркости контрастности просто перенести с конфокальными изображениями мы с вами посмотрели мы можем с ними работать как с изображением в обычной программе давайте посмотрим какие данные дополнительные у нас появляются дата съемки понятно как снято понятно размер в точках и размер в реальных единицах измерения например в микронах то есть у нас калибровка здесь происходит автоматически на самом деле мы можем попросить нашу программу поместить на наше изображение даже мерную риску вот она здесь сразу же автоматически появляется дальше каналы мы можем их как угодно описать например если мы знаем что это были за какие-то интересующие нас например антитела можем обозвать эти каналы не по флорохромам потому что у нас скажем там было можем добавить вот эти самые теги и предположим нас интересует следующий тег пускай это будет не знаю тип клеток ну видите автоматически добавился то есть таким образом мы можем здесь сделать категории для наших изображений плюс мы можем любые совершенно два параметра связать через знак равенства к примеру нас интересует температура при которой это снято 37 градусов там ph и например 7,4 и теперь открывая эту картинку мы получаем не только картинное изображение тех клеток но и классификацию по тегам и классификацию вот по этим параметрам которые мы можем искать attachment сюда мы можем приложить любой совершенно файл который захотим хоть с локального компьютера ну и как видите загрузили например табличку с которой дальше можем работать она оказывается связана с этим файлом комментарии любой пользователь может описать что ему на этой картинке нравится или не нравится добавить и это удобно для обсуждения при подготовке к публикации выбрать из множества картинок самые удобные самые интересные вы можете это сделать в таком удаленном варианте давайте посмотрим что еще можно очень интересная возможность это использование просмотрщика для трехмерных изображений если мы откроем эту картинку картинка очень большая мы можем попросить программу открыть ее вот в таком вот виде в трехмерном дальше можем настроить трешхолд яркость прозрачность любые параметры которые нас интересуют и как видите мне не пришлось даже полностью загружать эту картинку я могу ее так в трехмерном виде посмотреть если нужно большее качество я могу здесь поменять качество я могу разрезать эту картинку при помощи сечений если можно посмотреть что-то внутреннее строение в общем возможности этого просмотрщика много что еще удобно если вы хотите с кем-то поделиться тем что вы увидели вы можете сказать сейв и просто скопировать в дальнейшем после того как это сделали ссылку и вставить ее хотя бы в ту же самую медиа вики или если человек с которым вы работаете имеет доступ к этой системе послать скажем по почте эту ссылку которую он может открыть и вернуться точно к такому же положению которое у вас сейчас на экране следующее удобство предположим у вас есть какой-то очень большой образец то есть например у вас микроскоп который сшивает много-много полей зрения в панораму в данном случае картинка конечно не самая большая но размер у нее 33000 точек на 15000 точек и так это снят на 10 объективе но это практически целиком все стекло микроскопическое понятно что картинку такую на почти 3 гигабайта открывать на обычном компьютере сложно здесь же так это клиент сервер так же как google maps она вам будет предоставлять эту картинку маленькими кусочками и давайте попробуем открыть ее в просмотр изображений загрузилась ну и мы можем теперь посмотреть какую-то часть которая нас может интересовать больше один к одному передвинуться можем отредактировать если нас интересует только мы хотим видеть наш материал скажем деленый канал у нас не очень яркий и опять же мы можем с вами ссылку скопировать то есть эту картинку открывать с любого совершенно места как видите мы смогли с вами громадную громадную картинку посмотреть на обычном компьютере совершенно в браузере то есть это можно делать даже удаленно последняя вещь которую я хотел показать это возможность использования на картинках каких-то аннотаций предположим у нас есть вот такое изображение и в программе Fidget я уже померил ядра после чего видите у меня здесь же прямо на этом изображении есть вот эти же регионы интереса которые были сделаны при этом я могу открыть эту же картинку и в программке Fidget давайте попробуем это сделать я открою сейчас Fidget фидget если установить в него специальный плагин для работы с изображениями храничности в этой базе Amera вот она мы можем получать доступ к этой базе и открывать отсюда все наши картинки причем при загрузке этих картинок мы будем загружать и все измеренные параметры давайте попробуем это сделать вот мы открыли из плагина программку которая на самом деле называется Insight и мы ее еще посмотрим откроем тестовое изображение откроем вот эту картинку и просто нажав здесь два раза мы можем теперь открыть ее же в нашей программке Fidget более того мы можем загружать или сохранять регионы интереса с картинки прямо в нашу программу предположим мы хотим здесь заново переменять какие-то части предположим вот здесь мы хотим померить клетки и после выделения этих клеток сохранить это в виде отдельных регионных интерес давайте мы это сделаем скопируем разобьем на канал один из каналов используем для какой-то работы которая нас интересует для выделения например только отдельных клеток возьмем вот этот канал и здесь найдем к меру только максимально яркие участки сегментируем их теперь скажем наложим эту сегментацию в виде регионов интереса на исходную картинку и сохраним вот у нас сегментированные положим клетки сегментацию я делал не очень аккуратную но тем не менее получилось даже неплохо и чтобы сохранить теперь это обратно в мр мне нужно нажать только вот здесь клавишу save которая меня спросит что я хочу сохранить рои измерения и я могу здесь сказать save давайте ради интереса мы еще одну вещь сделаем мы измерим эти частички которые у нас получились у нас получатся таблицы с измерениями и теперь при сохранении обратно в amera мы можем указать какое-то имя файла для измеренных нами параметров пускай будет тест чтобы нам не думать над этим сохраняем и теперь у нас здесь есть регионы интереса в гораздо большем количестве плюс у нас здесь прикреплено то что мы с вами только что померили давайте обновим чтобы все у нас было теперь доступно регионов интереса у нас теперь 1048 добавились они сюда же у нас добавилось как видите у нас тест CVS наше измерение и мы можем открыв эту картинку в принципе даже вернувшись в программку которой мы только что работали открыть уже ее с новыми «это то» Кроме самой программки, которая может использоваться в браузере, есть отдельная программа, написанная на Яве. Она работает быстрее, хотя, конечно, требует от компьютера несколько больших возможностей, чем обычный браузер. Программка называется Amera Insight. Мы ее видели, когда открывали через MnJ наши данные. И в этой программке все те же самые функции, что мы уже и рассматривали, поэтому на них останавливаться не буду, за исключением еще одной, а именно возможности загрузки файлов. У нас есть возможность загрузить файлы в систему, и при этом уже при загрузке можем указать, куда их поместить, и как мы хотим их дальше использовать. Они у нас загружаются, и после этого, если мы укажем в поле загрузки, какие теги использовать, то эти теги будут автоматически присвоены этим картинкам. Еще важный момент. В некоторых случаях изображения у вас идут не отдельно, а так называемыми группами. Когда в одном файле лейка, лив, можно сохранить сразу же много изображений, относящихся к одному и тому же эксперименту, либо в случае Найкона то же самое. В этой программке они точно так же будут сгруппированы, то есть вы не потеряете эти группы, вы сможете их всегда восстановить и опять с ними начинать работать. Конечно, я не смог рассказать о всех возможностях этой программы, она может гораздо больше, но понятно, что это очень удобный партнер для нашей медиавики. В медиавике можем хранить эксперименты, протоколы, образцы. Хранить картинки там, конечно, не очень удобно. А использовать эти две программы совместно нам ничто не помешает, потому что обе они используют обычный браузер, и, соответственно, мы можем просто копировать ссылки на интересующее нас изображение. Каким образом можно установить эту программку Амера и как ее настроить? Опять же, я рекомендую использовать виртуальную машину, чтобы можно было переносить эту программу между разными физическими машинами при необходимости. Опять же, мы будем с вами использовать Linux Ubuntu, серверную редакцию. Единственное, что на этот раз мы не будем устанавливать вручную отдельные пакеты, мы воспользуемся так называемыми контейнерами, когда за нас уже все собрано, и мы можем целиком набор программ, уже настроенный, взять. Я покажу, как нам конфигурировать эту программу. И, в принципе, это не так сложно, как кажется. Виртуальную машину в виртуал-боксе создать можно, нажав просто клавишу «Создать», указав, соответственно, наверное, не менее 8 гигабайт памяти для нее. Указав диск, я рекомендую, наверное, не менее 30 гигабайт использовать, для того, чтобы можно было начать работать. И дальше, после того, как вы произвели установку вашей системы, вам нужно дать несколько команд. Первая команда – это создание каталогов, в которых будут храниться данные от этих контейнеров. Дело в том, что контейнер, он хранит все данные в себе. Если вы этот контейнер удалите или при обновлении решите его обновить, то все, что вы делали, у вас потеряется. А если же вы создадите отдельные каталоги и привяжете их к отдельным каталогам внутри этих контейнеров, то контейнер вы можете поменять, а ваши данные останутся в этих каталогах нетронутыми. Собственно, для того, что мы делаем здесь, мы делаем с вами каталог для базы данных, который описывает все наши картинки. Мы делаем с вами каталог, где будут храниться сами по себе изображения. И мы делаем каталог, где будет храниться конфигурация для программы доступа к изображениям через веб-браузер. Дальше мы устанавливаем с вами саму всю базу данных. Одна команда это у нас делает. Единственное, нам нужно будет запомнить вот эту часть, которую мы назвали с вами Postgres. Это пароль. Мы загружаем с вами сервер Амера. Здесь нам нужно будет этот пароль опять же указать. И здесь нам нужно указать пароль для пользователя. Первого пользователя, администратора, который дальше сможет остальных пользователей добавить, организовать всю работу. Этот пароль тоже нужно будет не забыть. После этого этапа мы можем иметь доступ к нашей программе через Амера Инсайт, через отдельную вот эту программку, написанную на Яве. Ну, конечно, удобнее иметь возможность работать еще и через браузер. И для этого нам нужно будет установить еще один контейнер. Вот он. Амера Верб. При ее установке нужно обратить внимание вот на эту строчку, выделенную красным. Здесь нужно указать будет, к какому серверу он будет подключаться или к каким серверам. Вот здесь вместо YourHostIP нужно будет поставить IP-адрес вашей виртуальной машины, чтобы была возможность доступа к вашему серверу. Ну, и после того, как вы это сделали, в принципе, вы можете по вашему адресу, добавив вот такую часть за ним, сразу же зайти в Амера сервер, использовав логин, root, пароль, который вы указали при установке, потом пойти в администрацию, создание группы, и создать здесь пользователей, которые вы хотите, чтобы использовали, группы, которым они будут принадлежать. И на группах нужно чуть-чуть остановиться подробнее. Есть всего 4 типа прав доступа к группам. Приватные группы, где никто, кроме пользователя, не может ничего делать с чужими данными. Если вы хотите, чтобы в лаборатории у каждого были данные свои, и никто с ними не мог ничего больше сделать, это ваш выбор. Только на чтение. Тогда другие пользователи могут просматривать ваши данные, но не могут с ними ничего сделать. Чтение и аннотирование. Тогда другие пользователи могут на ваших данных что-то измерять, сохранять области интереса, но не могут ваши данные портить. И вот такой последний тип группы, когда каждый может делать с данными все, что ему заблагорассудится. Опять же, решение за тем, какая группа будет использована за вами, в зависимости от того, как ваша лаборатория принята. Но вы можете сделать несколько групп для разных экспериментов. И в одной группе держать какие-то эксперименты, где только вы в виде приватной группы имеете право им пользоваться. Какие-то данные могут быть доступны всем. В общем, тут можно поступить по-разному. Дополнительная настройка. При установке стандартной многих вещей, которые я показывал, у вас еще не будет. Например, не будет возможности просматривать в трехмерном режиме картинки, не будет удобного просмотрщика вот этого быстрого. Я оставлю файл в приложении, который нужно будет вот по этому адресу просто заменить. После чего у вас все эти возможности появятся. Вы сможете ими пользоваться. Ну, последнее, что нам осталось обсудить, это интеграция с MediaWiki. Как я уже говорил, в любом случае у вас есть вот этот адрес для картинки. И вы можете его с ссылкой внешней из MediaWiki оформить для доступа. То же самое, если у вас есть описание вашего образца, вы можете адрес уже MediaWiki добавить вот сюда, в описании. Видите, он сразу же становится как гиперссылка. В нем можно будет нажать и вернуться из Амера Web в MediaWiki. То есть, в принципе, эти две системы очень удобно могут работать плечо о плечо друг к другу. Семинар получился с несколько более долгим, чем я рассчитывал. Я специально не стал в него включать видео по установке всех этих программ. Если будет необходимо, напишите в комментариях. Я сделаю видео с пошаговым объяснением установки виртуальных машин, с пошаговым объяснением установки каждой из этих программ, настройки их и так далее. Но надеюсь, что семинар был полезен и вам стало понятно, что вы можете организовать систему учета образцов, экспериментов или изображений микроскопических в вашей лаборатории с очень небольшими затратами сравнительно. Но самая большая проблема, с которой вы встретитесь, это проблема продумать, как вы хотите организовать хранение этой информации и каким образом вы эту информацию хотите упорядочить. Если вы это продумаете, то остальное все достаточно несложно. Таким образом, сегодняшний семинар у нас завершен. Вопросы я буду точно так же ждать либо в комментариях, либо на канале в Дискорде. Спасибо огромное за внимание. До свидания. До следующих семинаров. Дискорде.